ДИМГРАД 24 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 Возможно, рекомендации по громкому политическому процессу шли сверху. Мы категорически не согласны с решением. Надеемся, в последующем сможем доказать свою позицию в вышестоящих судебных инстанциях. Но на главное, на что хотелось бы обратить внимание, что после допроса свидетеля, потерпевшей стороны, звукооператор, который присутствовал на месте непосредственно событий, который был допрошен в зале судебного заседания и пояснил, отвечая на вопросы председательствующего, о том, что он видел непосредственно причинение ударов главой города Кашаевым Алексеем Михайловичем. Журналисту смог в последующем ответить на вопросы из сторон, также подтвердив эту позицию. Что однозначно можно сказать и что нас радует, что во всем городе Демитровграде все, кроме одного, возможно, встали при исполнении государственного гимна Российской Федерации. Но из всех тех, кто встали при исполнении гимна Российской Федерации, нашелся только единственный, кто мог рассказать правду суду о том, что он видел и о том, что именно глава города нанес удары журналисту. Их молодых, тех, кто не боится деспотизма и не прогибается под авторитетом локальных книжков, становится больше. И мы с ними. Анатолий Мариенгов, новости Ульяновской правды.